Но прежде всего две вещи, которые я хотел вспомнить. Во-первых, первый вопрос вам. Вот здесь написано, что Абрам пришел оплакивать сало. Вот там маленькая буква К. Что вы научили, почему эта буква К, она с маленькой К. Вот видите, в самом начале, когда он пришел к Абрамовену, приходит ее оплакивать. Интересно, что он говорит ли спор лесора или К. Она еще у меня почему-то выше, чем другие. Ну, на самом деле, она как бы маленькая, но она в той же с той срочке. Так вот, я просто хочу расширить круг ваших познаний. Мы обычно читаем Раши, но у нас есть еще Бала Тури. Бала Тури, как все это знают, это сын Робейну Ашера. Мастер Гематы. Да, по сути дела, нет, Бала Тури, он тот, кто составил Тури. У него комментарии обычно снимают, нет? У него, это тоже есть, да. И там он пишет и объясняет это. Левко, там уже, конечно, после Раши. Он жил примерно 200 после Раши. Левко та кафтана шило баха эла меат. 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 Значит, вот он говорит здесь в унисон тому, что мы вообще знаем. Потому что ведь на самом деле, как бы, одной из причин смерти Сары мы называем то, что она слишком, как бы, разворновалась тем, что Абрам Адиму хотел совершить Акида. И, в общем-то, тут есть несколько рассказов о том, что пришел Сатан и сказал Саре, что происходит. Или же то, что Исхак пришел уже после Акиды и рассказал своей маме, что папа с ним хотел сделать. Вот она слишком переборновалась. И поэтому здесь говорит Яков Балаторин, что человек, который в какой-то степени виноват в своей смерти, он приравнивается к самоубийцам. Как известно, самоубийцы вообще его не хоронят на общем кладбище, его должны хоронить за стенами кладбища, за оградой кладбища. А тут просто ее доказали тем, что вот буква Каф написали маленькой. Конечно, остается вопрос, почему именно Каф, а не другая буква. Может быть, надо было начать с Ламеда, с маленькой буквы, но это первое объяснение. А второе объяснение Габарита тоже Балаторин. Все это, конечно, после Дмитра Шиев, что она была все-таки очень уж старая, за 27 лет. Так что, как бы, говорят, правда, по сравнению с предшественниками, за 27 лет это была молодой Моцарь. Ну, в целом, как бы, это уже представляло его разумеет. С Кейнайта была старухой. Старуку чего оплакивать? Это, как бы, нормальный биологический ход жизни и кончина. Это первое. Теперь, перескакивая вперед немножко, я думаю, что Эль Азар спросил вопрос, какие подарки дал Абраам Киргашин. Ну, так и, как бы, временным джоном, можно сказать, служанкам своим. Так вот, здесь есть у нас, надеюсь, что я найду это, Бенатан Абраам Матанод. Это у нас кавгей, пасуква. Туда, причем это целиком, чтобы не комкать. Хотя, конечно, это в конце, это значит, сначала и конец, после таких. Я отвечаю на вопросы, которые были заданы, чтобы не забыть. А ты иногда задаешь преподавателю вопрос. Он забывает ответить. Так, я вот просто, я тоже, наверное, забываю. Но, в данном случае, я для того, чтобы вас подбодрить, чтобы вы задавали вопросы, я стараюсь ответить. Так вот, это значит, у нас кавгей, пасуква. Ну, это все, как бы, уже о том, как Исхак уважил Абраама Абину и вернул ему Аган. И говорится оба, ой, воьетен Абраам, от коль, ашер ло лисхак. Так, это надо забрать все, что у него было. У левней апелгашин, ашер леабраам. Ну, он скажет, как бы, сужанки, о которых мы тоже рождали сидите. А вот, значит, что же это за матанод такие? Здесь есть разные мнения, интересные. Раша говорит. Першура Бутэйни. Шэн тумам асанай. Вот неожиданно, да? Название каких-то нечистых сил он импера. Для какой цели? Тума. Что? Да, чтобы они как бы ушли со всем этим. Но это как бы, если они потом, эти дети служанок превратились в наших врагов, то не стоит их вооружать какими-то такими именами, или чтобы они сами были быть меем. Наоборот, надо было им дать заранее очистить их, чтобы они потом нам не вредили. Но мы сейчас запомним и посмотрим, что на этот счет говорят комментаторы. На Раши ведь, как вы знаете, есть тоже комментаторы. Першура Бутэйну. Шэн тума. Дабара хэр. Вот обратите внимание, в Раши, когда написано «дабара хэр», «далэф алэф», что такое значит «дабара хэр». Еще один комментарий, да? Вообще, как бы, неудобно сказать, но в литературе «дабара хэр» – это свинина. Не хотят называть, у нас, знаете, очень, как бы, мудрецы очень щепетильные, и никогда не хотят называть нехорошие вещи своими именами. Так вот, именно сказать, если говорят «дал ему давара хэр», имеется в виду не то, что надо. Но здесь это «дабара хэр», «ураши», «дабара хэр», «тыру шахэр». Он отдал, как мы знаем, и Алимелах, и фараон, и египетский фараон, и там все эти цари надавали кучу подарков Абраму. А он все отдал им. То есть, подарки, которые им надавали, это были, на самом деле, подарки, которые он не хотел. Очень хороший пример, на самом деле, да? Что у нас, если высказывание мудрецов, говорят, «сунематонот тихье», «тот, кто не любит подарков, он как раз продлевает жизнь». Ну, тут, может быть, в связи с этим, в любом случае, он отдал все подарки, говорит, не надо. Вот тут всякие коробки конфет некошерно, тут всякие другие какие-то вещи и предметы. «Вот берите себе, мне не надо, и убирайтесь отсюда». Но это еще не все. Говорит, у нас мидраж, я смотрю, что это за мидраж. «Бришит Раба», да. «Бришит Раба», глава, глава 29, 91. Говорит, «май матонот». Вот это, по поводу, «май матонот». Мы это очень норокий геморрид, что такое «май мат». Что за подарки? «Амара вирния в араба» «Меламет шимаса лэм шент ума». «Кишуф ума сэ шиги». Вот это уж совершенно неожиданно. «Кишуф». Он говорит, что много мест из-за тары. «Инамет шраба». Он говорит, «Кишуф ума сэ шиги». Он передал им колдовство. «Кишуф» это колдовство и «масэ шиги». Какие-то дела, связанные с нечистыми силами. Ну вот у нас здесь есть люди, которые с этим знакомы. Есть имена какие-то. Но ведь непонятно, зачем он им это передал. Так вот, у меня здесь сноска. И говорит Рива. Есть такой Рива. Это, по-моему, был дядь Раши. Он говорит. «Бараб Раббину, Яков, мимоонтейль, Пиреш». «Шем-тума». «Зеу, шлимдан, лекрут шем-тума, лавудазара шлахэм. Кому Пеорумаркес. «Хэм» «шэм» 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 «зэм» 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 машин называть ими ашема думаешь вот уже хорошо уже познали ашема но у нас мудрецы там решите сказали что они пользовались как мы знаем так есть такое ну довольно богословское выражение не упоминая имя господа в суме то есть так просто походе нельзя упоминать как видим очень осторожны мы ими ашем ашема как правило не упоминаем говорим ашем или говорим изменяя букву есть элуким и и прочее прочее так вот до этого он говорит они называли все силы которые проявляются мы знаем что очень многие элементы абудазара на самом деле это силы природы тоже все по воле ашема сила ветра бывают такие бураны люди не знают начинают покрываться этим бураном скажем какие-то каких-то странах каких-то районах постоянно сильные ветры и люди живут и они понимают что жизнь зависит от этих ветров от этих буранов и вот они просят на этот раз не посылать такой сильный циклон как прошлый раз или же огонь да иногда как мы знаем иногда арабы террористы поджигают леса у нас здесь в израиле ну там скажем в районе амазона и джунглей нету террористов просто всякого рода природные явления поэтому люди поклоняются огню естественно огонь это великая сила ну только надо понимать что это все какие-то проявления ашема как мы говорим и луки гематрии это тема да ну там какие-то тонкости от а ты бы да совершенно то есть все проявления природы это проявление ашема одну глупо называть эти проявления как отдельное явление общем названием ашема или поклоняться и нам поклониться ашем всем мы говорим это имя творца и что же он говорит этот раби яков мимо тэй да очевидно поскольку это звучит по-французски поскольку это либо как его это был взять раши говорят оливая это был первый толсток уже ли они все оба скажем этом у них получается так западная германия или северная франция как вы знаете там такой район эльзас лотарингия это там часть ее относятся здесь французской лотарингии сетки маска поэтому очевидно затрат яку монтейль тоже был там и он говорит просто обрама вину их научил называть все эти проявления сил ашема своими именами и сказал вы не поклоняйтесь а и говорите я поклоняюсь огню я поклоняюсь ашема на самом деле вы поклоняетесь одну хотя поклоняюсь окне то есть в этом смысле как бы он на так не до подарок это большой подарок вы знаете когда говорят человеку как правильно называется явление вещи на самом деле не меньше подарок все денежные да потому что люди живут заблуждение обращается каким-то природным явлением в неправильно сказал это проявление ашема но не забывайте это именем ашему то есть на самом деле по мнению этого якова из мантея он научил чем думал он научил их нескольким вещам этих этих детей служанок ему он сказал что во-первых нельзя называть имя ашема то что вы делали раньше это большой грех видят на самом деле когда перечисляет а все эти последствия греха мехов агана решено это первый грех который упоминается в старе что называется хэрула шэм хэрула шэм это в том смысле что делают цветы и имена кадош на холл бы обыденный это это то что они поэтому он их научил не пользоваться этими на он носил как бы как называется каждый это явление природы сказать мы называете не используйте и машина в этом смысле это подарок и заодно он им сказал что это частный случай общего что надо всегда видеть как говорят за деревьями видеть лес дерево надо понимать что это час леса вот эти все подарки которые он им дал и здесь я думаю что это это за 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 достаточно да как будет твоя это ваше любопытство можно сказать в целом что это что это было на программатично для комментаторов если есть много объяснений это значит что до конца неизвестно да и потому что если бы это было однозначно то не было бы так много различных вариантов объяснений когда говорят что есть много объяснений это говорит о том что не ясно если есть одно объяснение у нас ведь и так это принято никогда никогда не принимает ни одно слово на веру евреев так есть один говорит то второй должен обязательно сказать по другому но если это однозначно то не спорит а если многозначно то значит на прежнему это нет теперь это теперь что кто-то помнит может быть есть такой метраж очень интересно я думаю кто-то из обо ним на прошлой неделе вам сказал как вообще обра мобину нашел марат махпела он погнался за ягненком до которого хотел принести гостям и он зашел и другом открылась марат махпела что из этого вывод из мидраша когда человек делает одну митву а это место было класса турки он приходит и выполняет другие митву то что у нас говорят таки а вот митва город митва одна митва называет другую митву я рассказывал еще раз расскажу из опыта моей тюремной лагерной жизни когда меня осудили за соблюдение субботы приговорили крытой тюрьме то мне когда бы я попал в эту крытую владимирскую тюрьму удалось и протащить в саму камеру еще давид катан благодаря субботе потому что да мне его прислали из израиля его конфисковали сразу сказали что это запрещенный предмет а там по законам о конвоировании заключенных все предметы личного пользования там самым где конвоируют на тысячи километров и люди задавались и что у них на пути транспортировки вещи пропадают поэтому вот такое было положение что все вещи которые в принципе можно держать кроме колющих вещей и денег и прочее прочее наркотиков естественно выдают на путь на время следствия не было одна только осечка они сдавали это тебе а у них не был список проверить где-то при момент выступления в тюрьму при деле вот тебе дали это где-то таки удалят тебе дали то есть не дали то редко за алинии за 5 сама они не знали даже что я когда во владимире в пермской области не дали то лихота на во владимире они не знаю что у нее ставить кальтана и мы не искали и было бы им напрасно искать это талит катан потому что я следуя в столыпинском вагоне вы знаете до сих пор еще заключенных перебоев поездах если бы всех этих миллионы миллионы российских граждан перевозить в автобусах и прочих были бы страшные пробки представьте миллионы людей постоянно тусуют не дам спецвагон это спецвагон это называется спецвагон не не сейчас другие другие другая конструкция как плацкартный только камеры решетки ну и не знаю другие эти случаи говорят надо будет проверить я вам скажу это тоже самое или нет иногда говорят то же самое с другими как и говоря друг не выдают талит катан в пояс напряченную вещь я значит сразу взял сетей от вытащил их из талит катана и в делах оба мне были носки шестерные белые шестерные носки делал вот эти поскольку это тоже шестерные нити шестерные носки и поэтому на обыске они говорят положено иметь 2 парк шестерных носков и передали а что там у них кисточки на этих нас носках кого это интересует потому что балифортовской тюрьме завозили всякого рода руководителей всяких банк убийц и прочее там искали деньги оружие наркотики какого интересует еврейские носки с кисточками так и эти кисточки правда потом я их делал уже мне был такой шестерный шкаф шарф так я в делал сет с четырех сторон и так что не было один из примеров что митсва говорит митсва так говорят наши мудрецы он цель митсва ахат за 100 митсвот работ тот то делает одну митсву как надо из-за этого у него как как бы чудесно вдруг появляется возможность еще какие-то вещи все лиц вот надо выполнять но если ты особенно вкладываешься хотя бы в одном из муж вдруг я остальные у тебя получается были раньше трудности не вовремя вставал на молитву пропускал молитву или чё-чё ты друг ты так решил одну молитву я буду делать так как надо как мы знаем если ты известная теория рабим ущербайма иммана которая говорит что если человек выполняет все митсвот на одну митсвот выполняет полный во всех деталях то из-за этого сразу удостаивается лама ба и естественно он доставится возможности выполнять все остальные митсвот без напряжения и конечно там когда я оказался в этой тюрьме вы против света соблюдению субботы отказ от работы в субботу то я спросила набирателя который мне принимал кому какие работают в тюрьме может удастся уклониться от он говорит вообще нет никаких работ я говоря как такой перед понимаете кто здесь сидит давай как дикие звери они сидят каждый свои клетки а самоработает обязательно производство это цех вот если я был с выпущен в цех вы друг друга перережет так что вы будете сидеть и каждый своей камере то что вообще конечно то что люди должны сидеть в камере нет возможности некоторое время выйти в какой-то цех производства общаться с другими людьми это наказание своего рода для меня это была награда что три года вообще мне никто не претендовал соблюдение субботы потому что вообще не работает как говорится тем известно что в субботу мы не ходим на работу правильно у нас суббота каждый день каждый день работали вот эта иллюстрация того что обрама вину пошел принести этого теленка для гостей из-за этого ему открылся марат махпела на самом деле недавно как вы знаете я вообще когда служил в израильской армии то я охранял марат махпела у меня даже есть я снимал я к сожалению нашел его еще когда я скажу стою у могилы из так а венус автомата вот так я почувствую меня сняли так это вопрос но потом это как раз молитвы могила искаака а вену перешла теперь поделено часть принадлежит евреем часть принадлежит араба так вот там обрама вину и я не царо имену принадлежит нам усыпальнице их а будут усыпальнице искака находится на рабочей части так что в этом смысле это даже уникальная вещь да так что я связан имеют прямое отношение к обрама вину и с какими на его данных знакомых но марно он как бы ответственным человеком февроне учился и он нас провел как бы исследование он через вход в арабской части там где у них будет мечеть есть вот в подземелье вот он там не уже не знаю как бы описывается он прорез со своими товарищами выбрал специалистов спасателей товарищи были евреев и броню спасатели которые сужу специальных спасательных частях которые знаете выезжает иногда целой делегации разбирать какие-то развалины и результате землетрясения других странах вот они попали в эту пещеру увидели застайся а машу козы и он попал там в эту пещеру но к сожалению он там особенно чего не нашел нашел какие-то кости и какие-то кувшины но почему-то вот я собирался еще раз посмотрите гугель может быть там он описывает наверное усыпальнице есть как бы две возможности почему он нашел на усыпальнице наших праотцов и дамы хавы почему как вы знаете почему не нашел потому что это же вход в га самая голова баба правильно так они туда пришли ушли все там уже ничего не осталось понятно да то что он открыл эту пещеру это же не то чтобы исключительно такая пещера двойная вот одна в другой а как бы исключительно себя ты пищи ли в том что это входа вала мама сады ким туда заслужила мама ну понятно поэтому ничего не нашел потому что они вошли и они там находится в она бывает уже в другом измерении мир нам недостатки теперь вот тут есть найти когда я читаю это порошок чем более отмечая какие-то интересные места у раши и вот здесь тоже на вам на раздумья когда ну это известно говорят что и было сто и двадцать и семь лет спрашивают почему значит вот не пишет одним махом 127 каждые группу лет переводит один какой ответ на за который всегда так пишет но я помню такое объяснение что она была описывать ее как бы красота что она была что она в 127 было как-то все как 7 как 7 и как 20 и снова но это это тоже то а вот здесь есть очень интересная вещь которая уже для общей информации а что от вас почему 20 вы понятно всем лет почему-то считаете что всем лет это как бы расцвет красоты может быть тогда рождали дети и вступали в брак очень рано а вот почему 20 отдельно написано что 20 вы что 20 собой символизирует так говорят как вы знаете что также человек возрасте 20 лет безгрешен так она была безгрешна и 127 возникает вопрос почему и откуда мы знаем что человек безгрешен 20 лет а вот для этого надо знать немножко тару я она это явно там намек но потом прежде чем мне сказать я вам расскажу этот намек заключается в приговоре по поводу заглядатаев мерами как сказал к дожгу руку и приговорил что все кто не достигли 20 лет они останутся живых то есть они были потом еще скажем 38 лет в пустыне и люди которые было скажем но не 20 лет я и один день а был до 19 лет и 364 дня они считаются не достигшие 20-летнего возраста я не попали брать если из этого мудрецы сделали вывод что до 20 лет не грешили но это не считается также вообще считаем что дубам митвы вообще как бы ребенок делать какие-то преступления это все за счет отца поэтому как вы знаете когда на ваших бар митвах наверное было это когда давать ваш отец сказал дарушек таране мёныш шел челназы да благодарю тебя как дужбу руку что в этот момент когда мой сын достиг 30-летнего возраста он меня избавил от наказания за поступки этого настолько бывает чем лазы да даже не дни я якорь все дорогой сын просто решила все отделался но как теперь мы видим радоваться рано до 20 лет но может быть это не записывается на на счет отца но и сам человек несет полное ответственность вот этой темы как бы я не видел разработанная в разработанном виде возможно даже как бы детализируется за какие грехи все-таки он дальнейшем ответственность но не по полной до 20 лет поэтому кому нет кому не склон 20 лет ну вот слова наверно уже 21 все пропало сейчас смартфон не слышит даже походите 20 лет в одном из полностью так что предупреждаю знаете я самая меня не уже достигнутся деньги так что за все лет почему мы говорим о тагил хин ух на самом деле гир хин ух начинается 6 есть менее до 9 лет когда уже обители обязаны обучать своих детей и они какую-то определенную как бы ответственность несут настолько что устародим по моему девяти лет уже приобщать в зиму обычно у нас очки на зим 13 лет он может участвовать и в зиму на 3 как амазон он с родим даже раньше возраста когда если он начинает разбираться и понимает понимает кому же молимся и кому мы служим уже это достаточно это признак разума это позволяет ему присоединяется вашим говорим на варек шахал на умещал обуем благослови того чего мы от кого мы ели значит надо знать кто это так но сейчас 20 лет и заключение этой темы я вам расскажу историю которая слышал это трава раскина разкин вы знаете что в бухаре в самаркаде в ташкенте были подпольные группы хаббата как они там выжили вот он как раз был в этом возрасте был в этой группе и а рыбе удалось я договориться советской властью уж не знаю как это у него получился 67 году большая группа может быть даже все вот жители хазидские обитатели которые там учились а там у тарах хейдерах и даже каких-то и шивах все получили разрешение на выезд правда они поехали в штаты потом часть из них поехала без рачи осталось и в америке потому что я бы говорил люди которые пришли пережили так много они будут хорошими шлихи посланниками могут во всех странах мира учить и приближать и где в тарел и говорит этот я думаю его зовут рак швыда раскин он говорит я пришел край бабы бы вы были на вы были на были в аре рэбе там где он самый находится это в нью-йорке никто не посещал так там сидят люди обычно я там сидят люди и пишут все что им надо там такие столы положим называется ой 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 знаете да поэтому до этого это было принято когда приходит крэбе пишут ему все чтобы он не ослушал вас муж люди никто говорят невнятно говорит поспешно чтобы список до встречи с ним идут написал бы все что тебе на иначе он говорит я написал ему рыбу советском союзе правда я учился в хейдере но и не знаю я думаю что я не все выполнял и выполнял так как надо вот как те исправить меня свои погрешности он мой одногодка то есть он это был 67-й год он говорит сколько тебе я но говорит 20 тогда мы повернул ему этот листок чистой стороной и говорит ты все начиная сегодня с чистого чистого листа бумаги ничего за тобой нет но я бы сказал ты и в другом плане понятно человек которого в условиях советского союза исполнял большинство и в каких-то тонкостях и как это положение выполнял конечно он сам легамур потому что все остальные сотни тысяч и миллионов его сверстника вообще ничего не выполняли поэтому как бы ему засчитывается что он это все выполнял вот такой интересные истории поэтому 20 запомните то что здесь сказано действительно говорится беков на хэд ма ботка лоха а шарайна бот он чин о 30 тысячный момент говорит рашина этого на основании этого она не совершила проступка потому что она не бот он чин то есть она еще на нее не распространяется она не возрасте когда за проступки несут наказание это очень интересно то есть оказывается что ты совершил грех но наказание за это не несет ну скажем этот вопрос в понятно слово как говорит я вспоминаю когда вы услышите эту теорию рамбама против которого выступает мораль из праги мораль рамбам говорит так сказано у нас в таре и море написано отца а к дожгу голосов на законы письма и нахан гербан а им тура уме свод говорит к дожгу хотел облагодетельствовать израиль поэтому он им дал много митцвот и говорят рамбам и другие говорят какой же счастье если много митцвот всегда какой-то одну нарушишь или вообще ух как много митцвот надо выполнять страх так какая же там благодетельство продал бы одну митцву или две митцвы тогда это было бы запросто выполнить все так вот рамбам в этом смысле она очень оригинально он говорит имеется ввиду 613 заповедей это 613 возможностей понятно он говорит что все заповеди надо выполнять но у каждого человека есть какая-то способность к одной определенной митцве вот вы нес не почувствовали что вам особенно это какая-то определенная митцва кроме спать потому что мы знаем что всегда выше баттами слова что еще подумайте вот каждый человек в парамбаму он говорит если это очень правильный подход потому что мы говорим что человек должен учить там в том направлении с тем подходом которые у него как бы сердце лишь и здесь одному нравится геморрю он нравится и читать геморрю я знаю вообще идут а мизрах они очень любят аллаху любят получит аллаху и занимаетесь интервью си поэтому вместо того чтобы стать ну что ты учишь аллаху учи раши маканбург мы его как бы поддерживаем он есть человека нравится значит он будет это учить с охотой правильно будет в это вкладываться и уже благодаря этому все остальное тоже пойдет за этим также в этом плане рамбам как бы очень как бы логично говорить что человек обратите внимание выполняет всеми свод но одну у него особенно получается поскольку к нему как бы как сказано снова как сказано что эйн адам уметь и думать тура и на мимо комши улай бутыл то что он любит он больше всего знает и лучше подходит вот я у меня например любимый мой комментатор это одно рисок отчего который в 19 веке шамишь мой вот меня лишить нему сердце поэтому я его читая с охоты и много запоминает благодаря этому очень многие понятия я получил через него представление поэтому вот я вам рекомендую как практический вывод подумайте в каждой у себя какую митву или какую книгу какое направление скажем вот александр любит наверное меселат и шарин да путь правильный а как я угадала в этом он любит вот значит вот он ты читает и понятно чем тем как если нравится что-то то надо в это вкладываться надо читать больше и все играете все будете знаете запомнить этот комментарий все то вы через это все узнаете очень много других вещей узнаете от естественно а место внутри чего учишься время одну книгу нас очень хорошо только учи ее значит так это как как на правильный но и здесь много замечаний и все остальное тоже и говорит рамбан поэтому раз аган должен был пользу находить исраина хан гирбана митурам митсвот дал им возможность выбрать из 613 заповедей одну и несколько в этом его как бы сход в этом как бы его было благодарны ну благое отношение к другому что данная возможность самому выбрать что каждому подходит не исключая я книга обязанность изучать выполнять все остальные митсвот тоже но там мы при случае поговорим что мораль из праги он очень резко говорит об этом подходе он против считает что надо все выполнять митва все с охоткой а то есть другой подход если я что-то учу и что-то как чем-то занимается мне это нравится остальные нет то я должен себя укорять и сказать как же так это божественные заповеди почему то вот это ты делаешь такой охотой с такой любовью что обязаны это распространить ноги нам сейчас даваться в этот в этот спор великих мужей обратить внимание каком веке жила рамбан в начале 13 века там 1200 какой-то год а в каком году время жил мало 16 веке у нас поскольку мы знаем мы говорим что h.m. он без времени вот вам иллюстрация мораль который жил 16 веке запросто спорит с рамбаном который жил в начале 13 века нет это 2 она без времени да можно и не знаю что что рамбан отвечает на этот спор вообще-то не очень как бы легитим он мораль отвечает рамбан а рамбан вроде не можно говорить тоже морально наверно услышал его слова теперь а вот это по поводу 20 лет которые написано здесь теперь да и здесь и да легко там уже разобрали и вот очень интересный тоже момент который мы наверно уже обратили внимание это у нас пирог как гимель пасук ют сказано здесь как гимель пасук ют что он говорит нам да это пирог как гимель пасук ют в эфронт юшев бетонные фронт а фит и этого возникнет вот их обращают внимание мудрецы и естественно раши и после дан мидраша посмотрим что он умеет бюшит раба до мидраж бюшит раба очень распространенный мидраж на основании которого раши стоит свое объяснение могут обратите внимание слова юши и все кто учили германтику лимита знают что это настоящее время третьего лица пишется первое согласно и вас щель бет юши а почему-то здесь баба нету ошибочка получилось это написано баб на как разовка дописать иногда пишут так и кстати да ли в код тоже там здесь вот это поэтому всякая аномалия я доводите внимание многие комментарии мидраж раши по его следам они построены именно на аномалии почему то вдруг напит тогда значит здесь есть какой-то намек понятно надо анализируется или порядок речи который нарушает обычно принятый порядок речи даже по законам тары или какое-то слово написано не так говорит раши и хасер то есть нету баба юшер как мы например мы говорим по эль работает пишется пей баб айн ламет по эль довер дали два бэйх рэнш а юшер не написано ты в хасер ото айом мину шутера лигер он говорит во первых понятия юшер видел где он сидел юшер он сидел бешан бешан и ролл а кто сидит шар знаете такой же у нас как бы в нашем понятии шар это ворота да вообще даже сейчас в израиле трудно найти ворота правильно обычно если нет в россии у нас были какие-то у кого-то своей усадьбы то бы не будет ворота здесь израиля вроде ворота же нет но не знаю а там древние есть ворота совершенно верно я вот совершенно это какой-то степени правда те ворота которые мы видим действительно в старом городе это было построено султаном боязетом великолепным который захватил на иерусалим это самая ты стала частью турецкой империи где-то если не ошибаюсь лучше со стороны но в какой-то степени по-прежнему конструкция этих ворот отражает то что было древние времена если вы видели когда-нибудь ворота трое трое вообще находится где в турции самым там был малой азии от действительно как говорит венем это целая конструкция да это это не просто какие-то самое деревянные ворота это целый дом и вот оказывается что шар это было место где заседал бейдин и евреев и у всех народов то есть когда приходит какой-то путник и стране да не всякого пускают сейчас у нас например чтобы тебя приняли куда-то другую страну ты должен принести туда тьёшер тоже принести свидетельство о том что в предыдущей стране ты не был преступником что ты тебя не преследует за что-то придет такой говорит все говорит опустите меня сюда жить принести свои документы поэтому бейдин сидел прямо у ворот проверял своего рода там наверное конечно было и таможня это одно да что надо было взыскивать за все товары которые ты хотел принести в город чтобы ты не соперник не не конкуринировал с местными торговцами это одно и заодно еще разбирали и правда и жители города тоже приходили судиться вот такая система поэтому то что здесь у нас эфрон сидит беша игру на воротах хедрона это не просто так описание того как обра мобилу сидит а в это хао и там другое значение сейчас я вам скажу а то что он здесь шагиров все понимает что он вдруг стал получил какую-то важную административную должность что он не просто этот фрон который владел марат махпейла не был просто какой-то встречный поперечный он был так большим начальником но обращает внимание то есть это откуда это следует и слов сказано что шар и рот сидел ворота города но на что-то сидит ворота города это точно большой начальник простые люди должны работать пахать все эти против прочее то сидит ворота ничего не делать значит что начальник но говорят а почему написано слово юшев без вам написано если самая буковка халам есть такой наверху на бьюдом вот а два в панске нету обещать потому что он его время назначили вот это очень весна эти говорит узнали что обра бабину хочет купить а землю для самой для по для похорон землю и фрона да и сказали что значит это в связи с этим как бы ценность важности фрона выросла вот мы его теперь поставим раньше он пахал землю там ходил за плугом а мы его в честь этого сейчас посадим уже своего рода правда сказано что ты не даем судьей вы не назначили но был каким-то начальником полиции поэтому и за и за обра бабину подняли как бы должности фрона так это поэтому мы видим другие примеры когда по как бы склон значит не хватает вам потому что он там временно сидит потому что он там временно сидит его сразу подняли потом когда он наверное продал эту землю страну и дурак что продал да когда его сразу иди давай иди пахай пахай землю пошли землю так он про это не сказано но тот факт что он говорит что это временно говорит раши ктих хасэро то айом минуву шутер алигем випней хачибутоши лаврам шая царих ло а лалигдула да то есть он по это время получил за должность а почему как будто как долго это продолжалось а это не очень я не очень ясно правда дальше то есть я говорю не ясно что было после того как он продал эту землицу остался ли он там сидеть и исходя из того что этот ваф хасэр то значит и сразу и это было очень слишком временная от го а дальше прямо в том же самом посуде сказано еще очень интересная и интересная вещь и почему я привожу все эти маленькие отрывочки потому что вы должны понимать сколько интересных тайных секретов кроется за каждым словом и за каждой фразой и дальше он говорит в фроне шэр биток не хэр биток не хэр биток не хэр биток не человек говорят мудрецы когда это читает он сказал вот аграаму и все тем пришли кто пришли в оборота города за этого метра делает вывод что там собралось очень много народа Поэтому говорит, продолжает метраж Раба и говорит, «Ама Раби Финхас, меламет шенаалу далтоген веалху лигмоль хасадив для Авраам». То есть откуда собрались все люди, да, говорит Раша, несколько перефразирует этот метраж, и говорит, «Шикулан батлу мем лахтан, убо лигмоль хасад ли сара». Что просто у них в этот день объявили выходной день, и все жители города, Хеврона, собрались в оборотах города. Почему? Вот Раша говорит, чтобы лягмоль хасад ли сара, для того, чтобы делать какое-то хасад, какое-то благодело для сара. Правда, здесь заодно посмотрим, как бы несколько зайдем в творческую лабораторию Авраама. Потому что он цитирует, как я уже сказал, из метраж Береши Траба, и слушайте разницу. Ама Раби Финхас, меламет шенаалу далтоген веалху лигмоль хасадив для Авраам. А что Раши говорит? Хасад ли сара. То есть здесь почему-то Раши очень творчески переосмыслил метраж и сказал, почему значит хасад для Авраам, а на самом деле, почему хасад ли сара, на самом деле это хасад для Авраам. Кто мне скажет, кто разрешит этому противоречию, то есть понятно. Медраж, на котором основывается Раши, говорит, что это хасад для Авраам. Есть тоже такие книги, как хасад для Авраам. А Раши говорит хасад ли сара. Это как бы, может быть, как щебаш, то что они сидели, они его утешали, то что... Да. Ну, есть такое выражение. Знаете, когда говорят про Рабина Шалита, то у меня в школе, в классе, еще в Советском Союзе учился мальчик Шалита. В соминии Шалита. Я думал, что он грузин. А потом я понял, что Шалита за это самое сокращение, шью лиамин товим. Это нас всегда говорят Рабину, да, чтобы его так. То есть, на самом деле, он был евреем. Выглядел он так, как бы, как посточный, я не знаю, Шалита. А если жена Рабина, да, вот это выражение такое говорит. Эшит хавер кихавер. Хавер, то есть, хавер, так принято, были хаверим и амеарис. В Геморее видно, что было расстояние социальное в Израиле, скажем, в Исраиле, времен второго храма, когда были простолюдины, их называли амарис. Ну, их подозревали в том, что они не все амиксот выполняют, в частности, что они отделяют труму, но маосрот они они отделяют. Потому что трума они понимали, это куаним, это байдер, это мигдаш. К этому относились очень честнительно. А маосрот это левита. Вы знаете, левитов было очень много, они все ходили и попрашивали, чтобы дали бы маосрот, но они не отделяли их. Поэтому у них не брали ничего. А были так мудрецы, хаверим, да, которые, скажем, вот как мы сегодня сейчас сидим вместе в Ешеве, мы хаверим, да. Поэтому мы друг другу доверяем. И вот поэтому есть такая поговорка. Если она жена какого-то мудреца, то она по достоинству, она ему равна. Поэтому может встретить про женщину, говоря, талита. Шарита – это шарие мужского рода, а талита – это в женском роде. Но это мало принято. В любом случае очень часто действительно жена какого-то родина. Вот, например, была, есть, слава богу, от моей семь, жена Рамбурдахайяу. Рамбурдахайяу скончался в молодом возрасте, сравнить на где-то 59 лет. А его жена по-прежнему, она к нему делает уроки, рассказывает, получает, решает многие вопросы. Поэтому то, что я хочу сказать, что вера, можно сказать, что они утешали его Абраама. И как здесь сказал Пенемин, по-моему, или кто сказал, «Уборщали Абраама в связи со смертью Сары». В этом смысле делают хесед. Саре тоже, потому что, как это аспект, как-то говорят о покойных, да, то это покойники, поэтому это уважает и покойника, и второй стороны, если это самые супруги все. Обратите внимание, по ходу дела, закона эспэда. Вот пока что еще не пришлось кого-то навещать. Но вы знаете, у нас здесь бармитцвы, бритмила, свадьбы, это сплошь до ряда. Бывает так, с утра попадаешь на бармитцву, вплоть день идешь на похороны, а вечер на свадьбу. И еще на эспэдах, евреи так живут. Значит, неправильно очень многие люди ведут себя, когда они приходят, они подают руку тому, кто сидит в шилу. В халахе написано, не подают руку никогда, не подают руку. Садятся напротив и сидят, и молчат. Сказала лохота, пока этот скорбящий не начнет говорить с тобой, ты не можешь инициировать беседу. Ну и там бывают всякие тонкости, скажем, по большому счету. Если он тебя что-то спросил, ты ему должен ответить. Больше не спрашивая, все, снова ты молчишь. Потому что должны сидеть вот так, как бы, соучаствовать его в горе. Потому что иногда, вы знаете, слишком большая болтовня утомляет скорбящего. У него свои мысли, свои тяжелые. Вы пришли, ему как бы приятно видеть, что вы пришли, вы сочувствуете ему. Но вы начинаете его спрашивать, а как у меня, а что было там? Это же страшно, человеку снова начинать говорить об этих вещах. Поэтому ждите, что он вас спросит. Никогда не инициировать. Не подавайте руку, не обнимайте его. Вот так это принято у простых людей. Вот тогда я не знаю, кто-то был, но, наверное, вы были или там, нет, не были. Увидите, что приходят, подают руку, обнимают, все, не говорят. Садятся и сидят. Если он к тебе обращается, ты начинаешь говорить. Правда, я видел такой псоколоха, который говорит, что если в тот момент, когда скорбящий к тебе обратился, ты уже можешь продолжать говорить и не ждать. Но я в этом смысле более как бы чепетилен. И то, что он мне спрашивает, я говорю. Потом я снова шну, чтобы он у меня спросил. Если я вижу, что это ему интересно и приятно, я продолжаю. Но в целом мне надо было болтливым. Знаете, это по ходу дела еще одна Аллаха, когда Бикур Холин. Ну вот надо навещать больных. Это тоже большая митцва, Бикур Холин. Люди думают, когда они посещают больных, какая самая лучшая вещь, расспрашивать их о болезнях. Самая плохая вещь, он хочет забыть о своих болезнях. Он уже давно, много раз всем рассказал, что у него нашли, что ему говорят. Поэтому если вы хотите, если он хочет сказать, слушайте его. Но сами вы ему не спрашиваете, а что у тебя точно там, какого размера раковая опухоль. Сочувствуешь, понятно, люди хотят сочувствовать. Разбираться ему не надо. Ему скажите что-то приятное. Скажите какой-нибудь, если вы помните, какой-нибудь мидраж или драшу, или какую-то историю, которая может развеселить и обрадовать. Это по поводу ЭСП. Теперь, здесь еще какие-то вещи. Сказано так. Вот я не нашел этого. Но сказано у нас дальше, пасух кардалет, после завершения всей этой сделки. А, да. Сказано, То, что я вам рассказываю, на самом деле, это для вас заначки для того, чтобы говорить Двар Тора. Потому что все, что я сказал, сначала какую-то тему, которую вы сами можете разбить. Я говорю, вот вы пришли, а ты учишься в Нешеве, ну скажи Двар Тора. Думаешь, оп, меньше не готов. Вот записывайте. Маленькая история, скажем, о том, как назначали этого Эфрона Хитейса, да, дать такую большую должность, потому что говорит сейчас Авраам. И это что говорит? Что Авраам в их глазах был очень великим человеком. Да, как мы помним, как Малхицедек сказал Авраама Авину после того, как тот победил всех этих северных царей, он говорит, «Наси элуким ата». Малхицедек говорит, «Ты на си элуким». Ну, «Наси» – это, в общем-то, как бы понятие президент в современном языке, но «Наси» происходит от слова «Ласет» – «Лисо», да, что-то возвышенное. «Ты несешь на себе элуким». Поэтому мы, как бы, я не успел это вам процитировать, сказано, что Ашем, да, избрал Авраама Авину своей колесницей. То есть он, как бы, когда Авраам Авину действовал, все понимали, что это не просто так, что это какая-то высшая сила, да. Как я читал воспоминания о Виленском Гаоне, ну, тут хабарники не обязательно должны слушать, это их возмущает, они не очень любят Виленского Гаона, потому что мы против болотания, просто они не встречались, вот, на самом деле были земляками. Так вот, сказано, человек говорит, «Я пришел в комнату Виленского Гаона, и я увидел, я понял, что это не человек, что это какой-то…» Это пишет человек, скажем, в XIX веке, то есть не какой-то там современный человек, и все, но когда он вошел, увидел его, он понял, что это что-то особенное. Почитаете это, между прочим, вот у вас есть энциклопедия еврейских мудрецов в издании в издании «Этарапатласы» с Датурой издал «Швутамин» «Швутамин» Есть такая большая белая книга. Вы знаете, вам советую, когда если вам нечего делать, читайте один за другим, рассказывают о великих мудрецах и поражаешься, какие необычайные люди. Это просто как роман, каждая история человека это необычайный роман. Сколько страдали, люди переживали, преследовали, Богдан Хмельницкий, убивали, не дай бог, родители и все, сироты, потом вдруг оказывается, человек этот вот в пустом месте стал законодателем там. Какие силы есть в людях? Это как бы дает на самом деле уверенности в своих способностях. Что можно, да? Скажи, ну кто я такой вообще? Я приехал из страны, где меня не воспитывали, не просил. Нет, у каждого из нас заложен огромный потенциал и все зависит только от принятого решения. Так вот, там это сказано про этого Вилинского Гаона, что это был необычный. Люди, когда встречали Абрама, почему я рассказываю о Вилинском Гаоне? Потому что, просто как пример конкретный, потому что если есть видеть по своему человеку, там вот в этой книге Шмут Ами, еврейские мудрецы, на разделе Вилинский Гаон, значит, рассказывается вот и конкретные историю встречи с ним, чтобы люди понимали, что это что-то особое. Когда люди встречали Абрама Адвину, Манхицедек, правда, говорят, что это был Шем, да, сам Шем, который был, но он ему говорит, носи, элхим, вот там, носи от слова ласэ, ты несешь себе, элхим, понимаете, вот такие были потрясающие люди, об этом мы еще поговорим в книге «Кузыри», это очень важно, да, что не всякий встречный поперечный, вдруг ты его назначаешь главой правительства, и все, а ты чувствуешь, что в этом человеке что-то есть особое, которое у тебя нет. Так вот, это говорит Тет Зайн, продолжая, «Воишколь Абрам Леяфрон», да, «Воишколь Абрам Леяфрон» 400 шейки, но я не помню сейчас, кто-то помнит, сколько в то время это оценивалось по нашим курсу валюты. Шекинг 19,8 грамм. Ну, как-то кто-то почитал, что это было несколько миллионов долларов. Ну, тогда ведь я самое, ведь надо посмотреть, вы смотрите на курс серебра сегодня, да, а мы должны посмотреть на курс серебра, это Абрама Вину, это у нас 3000 лет, 4000 лет назад. Сколько там? 3700 лет вроде. Да, да, да. 7 килограмм, 220 грамм серебра. Здесь сейчас это шекель 1? Килограмм на килограмм. На сегодня? Ну, короче говоря, разберетесь, это очень интересная тема. там сказано вроде бы, потому что это были не простые шекели, а там было конторин, говорит Раши. то есть какие-то шекеля особо высокой пробой, как мы знаем, как и золото, как бы тот же грамм золота или грамм серебра, грамму рознь, да, вот высокой пробой золота, может быть, самой низкой пробой, но года, да. Говорит снова Раши, обращает внимание, и это у него по гимария, баба Мция. Настеринеце. Говорит, ваишкол Абраам ле-эфрон. Смотрите, это каф гимал, пасук тет зайн. Да? Тет зайн. Вот, вот, вот. Да. Ваишма Абраам ле-фрон, ваишкол Абраам ле-фрон, это кецр который гибал в ознах бнахет. И вот мы смотрим этот пасук и смотрим, что-то произошло с именем эфрон. В начале этой строчки тет зайн эфрон написан с вагом. Да? Когда у нас там где гибалава в слове юшек. Да? А здесь вдруг после того, как он берет у эфрон у Абраама это 400 шекелей серебро, написано самое ле-эфрон, без вагна. А в те времена купца стоило? Вроде шекель? Я не знаю, там он в Салмуде пример, что там вторговал в Салмуде 2 за гарт и павленка. это верно, но все-таки в разные времена я хочу сказать, а курс во времена Талмуда это практически наше время, это всего 2000 лет назад, даже меньше. Время Талмуда 1500 лет назад, совсем недавно. А как уже здесь сказано, Абраама вину это порядка 4000 лет назад. там курс серебра, как бы способы добычи серебра были гораздо более тяжелые, и прочее, и прочее. Курс меняется постоянно, поэтому, когда вы меняете, приезжаете в Москву и у вас шекели, спросите, сколько изменился курс шекеля на рубль. Раньше, я помню, когда я приезжал в Москву, шекель был 17 рублей. 17 рублей. А сейчас, наверное, даже вырос. Шекель 20 рублей. Но, неважно. Эта тема мы кончили. А вот мы сейчас интересуемся тем, что Эфрон вначале Тедзай написано с Вабом, Эфрон, Райшбам. Нам Раба Брам это объяснил, что сначала Эфрон хотел дать ему 1000 шекелей. Эфрону 1000 шекелей, потом Эфрон там что-то сделал. И он ему дал 400, поэтому у него убрали Ваб. Ваб это тоже что-то написано. Раба Брам просто повторяю эти слова. Хасер Ваб. Главное обращать внимание Хасер. Ты же омал הרбей вафилу маяд луаса шенатал мемену шкалим гдолим шенкантерин. Шен Неймар овал и сухер. Шен он сказал что такое друзья там то да все какой между нами расчет. А на самом деле когда он шел на дело вот он взял в полную в полной мере да говорит говорит обречит Раба об этом написано в Мишле Шломо Невал леон Иш Ра Эйн Велу Яда Кихасер Евуэну Невал леон Иш Ра Айн Зе Эфрон Ше Ехнис Айн Ра Бимомоно Шел Цадик Он там смотри знаете Эврам Авину открыл там свой мешок золота Он так все время пытается посмотреть что там есть нерезья ничего больше Луяда Кихасер Евуэна Ше Хасер Атура Бав объясняет что он на этом потерял свой Бав Букву Бав он потерял говорит мой комментотор это известный мудрец Раб Гильберт он говорит так Мишкаль Гадоль Шукурин Центарин Мея Мана Клумар Меахар бы есть маком шешекель Гу Шел Мея Мана В Абрахам Натан Шкалим Оверис Охер Абрахам дал ему Шкалим который принимается в любом месте так скажем если мы придем со своими Шкалим скажут у нас это не комментируется мы не знаем сколько школь принесите доллары он дал ему какие-то Шкалим которые в любой стране мира все знают что это действительно можно обменивать это как бы полно весом манер монета Мея Мана Нашкалим обменив айну миткаблим беколь маком ариши ненталу кантерин шелмея и так далее вот дальше юдзайн боякам саде эфрон да что такое кам как мы знаем это встал да как переводится на русский у кого-то есть русский перевод кавдалет юдзайн кавдалет юдзайн что написано встало после эфрона эфронова которая в махпеле против мемра против мамре да это место там поле пещера в нем и встало вы говорите встало ну непонятно что значит встало оно что раньше оно раньше лежало теперь встало это самое саде эфрон на это говорит притчат раба воякам саде эфрон по словам раши ткума гайта лом шеяцар мияд гэдиот льяд мэнах да то есть почему ткума это возвышение это самое место до этого это было какое-то обычное поле да а сейчас тот момент когда это завладело эфроном это получило высшее значение как мы знаем это как бы получило номинацию шарлибе льва маба это и есть ткума ткума в данном случае как комомиют когда поднимается рост увеличивает его значение в этом смысле сказано якам садея фон то есть можно сказать когда та же самая вещь принадлежала человеку который не знал как этим воспользоваться и вдруг попало в руки человека который из этого умеет делать что-то более высокое значит это самое давар камну встал поднялся говорит обречит раба да было состояние падения потом было потом восстановление да принадлежало маленькому человеку и поэтому оно было как бы упадчим состоянием а с этого момента стало принадлежностью великому человеку и поэтому оно выросло в этой в этой цене уважаемый ряд я сегодня должен идти навстречу с очень важным человеком который руководил борьбой за освобождение советских евреев США Лава Абрамбайс поэтому сегодня мы кончим учитесь дальше сами здесь как бы безграничны я хочу это если это принадлежит какому-то человеку скажу трубка какая-то курительная трубка хорошо ставить курительную трубку как ты говоришь это же курительная трубка Сталина вау ну это великое дело сталинское говорят знаете такой анекдот Сталин говорит срочно проведите расследование у меня пропала моя любимая трубка он там через 10 минут звонит ему говорит товарищ Сталин нашли преступников приговор приведет исполнение говорит жалко я забыл это у меня было в зубах это у меня мне это Субтитры создавал DimaTorzok